Сегодня я вам расскажу, кто такая Лонг Хорс и почему она не опасна. Всем хоба, с вами Вова и сегодня я вам расскажу про очередного монстра Тревора Хендерсона, а именно Лонг Хорс. Святой покровитель предупреждений, предотвращенных бед и последствий любопытства. Все началось 24 августа 2018 года с подписью «У меня снова был сон про лошадь на лестнице». На фотографии изображено что-то похожее на скелет змеи, но с черепом лошади на месте головы, без челюсти. Но позже мистер Хендерсон запустил еще одну фотографию, а потом еще одну с подписью «Лонг Хорс в пригороде». Это первое упоминание ее линии. И да, Лонг Хорс является самкой. Позже Тревор Хендерсон решил поделиться с нами информацией об этом существе. Имеет добрые намерения. Кожа на ощупь напоминает воск и легко поддается воздействию. Изгиб шеи схож с пальцем и оно может создавать новые изгибы. Тише покойника, если не считать из редких рук суставов. Не враждебно, но появление происшествует несчастье или катастрофы. Пахнет корицей. Шея будет исчезать из поля зрения наблюдателя. Шея этого существа бесконечна для всех, кто за ней наблюдает. Части шеи не обязаны пересекаться в видимом поле. Любопытно. Саму Лонг Хорс можно даже при желании угостить яблоком. Для этого нужно просто ей его предложить. Если яблоко почернеет и засохнет, значит длинношейка приняла гостиниц. Это существо единственное в своем роде. Появляется только во снах. Внешность обманчива. Многие ошибочно считают ее плохим. Это не вестник беды. Не из-за нее происходят беды. Наоборот, она пытается предупредить тебя о беде, появляясь во сне. Чем длиннее лошадь во сне, тем страшнее будет беда. Но при этом конца ее шеи никто никогда не видел. Разве по-вашему это плохо? Если ты будешь в курсе дела о предстоящем беде, то значит ты сможешь ее предотвратить или избежать. Ну а так это добрый монстр. 15 октября 2018 года появился пост с надписью. И они все еще здесь. Они всегда будут рядом. На фотографии мы видим Сайрон Хедда и Лонг Хорс. Иронично, ведь ее врагом является Сиреноголовый. Да, Сайрон Хедд тоже иногда появляется во сне будущих его жертв. На основе этого была написана целая история. История от лица автора. Сегодня мне снился скелет змеи. Нас еще и по моршаде на месте головы. Это был вечер. Я уже возвращался домой. Как вдруг что-то железное чуть не упало на меня. В этот момент я тут же побежал, чтобы быстрее дойти до дома после работы. Но я заметил горящую машину. Рядом с горящей машиной лежал пожилой человек. Я к нему подошел, чтобы проверить его пульс. Пожилой человек выглядел как мой сосед. Если ты, конечно, не он самый. Он жутко улыбался. Когда я к нему подошел, то из его глаз, ушей и рта вылезли сирены. Я была пощаде. Как вдруг я почувствовал, что что-то в 40 футов в высоту стояло за мной и наблюдало за мной. Как вдруг я проснулся. И оказалось, что это был всего лишь сон. Я так думал до тех пор, пока не увидел его в окне своего трехэтажного дома. Я спрятался. После этой ночи я узнал о том, что мой сосед пропал без вести. Рядом с моим домом. После чего меня забрала полиция как подозревающего. Эти мусора не поверили мне и посадили в тюрьму на два года. Но эта история от лица автора подошла к концу. Продолжение у этой истории есть, но оно уже не от лица автора. Последние строки в этой придуманной истории говорят типа, мол, ночью в тюрьме главный герой истории бесследно исчез, оставив в камере лужу крови. Это нам дает жирный намек на то, что главного героя истории ночью в камере в тюрьме съел Сайрон Хэт. Из этого можно сделать вывод, что серия наголовая убивает в первую очередь свидетелей его существования. Тех, кто увидел вживую, существует один человек, который был свидетелем существования Сайрон Хэда, но при этом выжил. О нем я расскажу в следующем видео. Ну а на этом у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Вова. До новых встреч.